христос посреди нас мои родные любимые сердцу дорогие христолюбцы все братцы и сестры в христе всем желаю радости и веселья и счастья и блага и всего самого наилучшего главная мира в душе ваши по возможности со всеми вы все мы дети божьи должны пребывать в любви между собой проявлять эту любовь словах и делах мы с вами только что я почитал комментарии и мысли на канале христолюб сейчас хочу на лайве посмотреть я уже ролик начал писать но к сожалению что-то я забыл включить микрофон хорошо вовремя увидел 4 минут я с вами поговорил но решил все-таки показать вам вот я ролик записывал просто я уже этого человека удалил поэтому хочу просто показать вам я пропустил ну новый комментарий появились на рассмотрении я оставил один другие пропустил хотя очень интересный контраст ну контрасту мы сейчас вернемся а вот человек пишет просто и понятно ты дурак но я вот вам запущу то видео найдет я там повеселился немножко я вам обещал что больше не буду на вас лить никакую грязь вот все это касается лишь на меня но я хотел повеселиться тоже вместе с вами ты дурак просто подняться и все конструктивная критика сразу видно человек живет по евангелию по евангелию кто скажет брату своему дурак безумный тот под достоин гиены огненной сразу видно евангельская жизнь что еще сказать ну я говорю я уже в шутя буду называть вот эти вещи чем конструктивной критикой просто комментарий преисполнен ссылками на слова и жизнь иисуса христа на самом деле чё сказать-то ну я человек этого конечно же заблокировал отправил за забор за свой до своей жизни вот так что все просто и понятно хотел показать как все это происходит ну что тут сказать-то ты дурак но даже если я тебе не брат внешних тем более мы не судим не злословим ну как вот так взять человеку в лицо такие вещи говорить я вот игры я это честно понять не могу как можно к такому относиться только с юмором по-другому никак но я буду шутя это всегда называть конструктивной критикой вот эту конструктивную критику мы всегда будем ограничивать вот просто нещадно и беспощадно или как хотите да ну все а дальше почитаем что там у нас есть на этом мы с вами я просто показала то скажете придумываю то что я все это делал живом режиме у меня микрофон был выключен я немножко 4 минуты хорошо вовремя заметил что не бегает ползуночек вот и я пишусь без звука а то бы целый ролик записал давайте почитаем дима я тоже не умею точно ясно высказываться в комментах меня сразу забрасывают писанием из библии да делать вот человек выразился кроткой понятный что он сделал согрешил прямая заповедь есть иисуса понятное сам он этого никогда не делал и не учил более того что делал тому учил кто скажет браку брату своему безумный брату а уж тем более внешне писать человек просто вот на улице сказать ты дурак в компании в какой-то ты дурак кролику кстати же учение православия с католицизмом и протестантизмом тогда вы видели по моему был тут чет не видно на этом уже ну да вон он к этому ролику был соскучился по птичьим голосам ну да у меня тут заливают птички дима а я хотел просто показать контрастная ты их уже пропустился потом думаю надо было оставить вот я одну сестру там не сестру как и назвать ты не знаю забанил тоже вот потом я ее разбанил подумал интересно если банить человека и открывать сразу его комментарии остаются нет они пропадают все дима у вас лицо красивое но спасибо не всем значит оно кажется таким сатанинским глаза чистые ясные вы помните недавно я разбирал комментарии некогда сестры даже матушки пожилой женщины которая писала мне что у меня глаза гордые язык лживый и уста богохульные если око твое светло то и тело твое светло видно что у вас свет божий видимо не всем кажется что я исчадье ада с вас можно иконы писать поймите ведь я правильно да я понимаю правильно ко всему отношусь с юмором в хорошем смысле этого слова вообще считаю что юмор чувство юмора радость веселье как нам сказано это второй плод духа любовь радость да вот это очень важно в жизни и надо ко всему и к плохому и хорошему и и как сказать может быть к присыщению так чрезмерно хорошо это тоже плохо относиться всегда с юмором но мы все тут кстати смущаться нечего я отношусь к этому правильно мы все в своей жизни не важно мужчина то ли женщина должны являть иисуса не по плоти конечно же бы во христе иисусе нет ни или неудея ни раба не свободного ни мужского пола ни женского то есть речь идет конечно же о внутреннем качествах о божеском естестве и все мы должны в себе являть мы должны к этому стремиться мы должны задумываться о том что у нас не получается в себе являть иисуса что люди его не только на бумажке читают но и в жизни видят такие же черты доброту радость мир кротость смирение долготерпение любовь проявляемую в словах и в делах вот как христианин может себе такое позволить как про дурака я имею ввиду вот так вот поэтому конечно я понимаю тебя правильно чего тут понимать то мы должны уподобиться иисус не просто говорил слова будьте совершенно как совершенно ваш небесный апостол не просто так писали будьте святы и непорочно пред ним в любви будьте святы как свят бог бог сам даже евреем говорил будьте святы как я свет с тем с тем языческим на самом деле культом только относящимся как бы до бога живого все вот эти когда начинают там вот эти супер грешники которые типа вечно со склоненной головой готовы тебя просто затыкать в любой чан с фекалиями это конечно явно не евангелие поэтому вот контраст комментарии сестры я кстати по моему и вот я сестра может теперь будет публиковаться без моих одобрений просто сам сразу будет появляться комментарии скажите это хорош ну конечно а как же а вы в дом пускаете из самых последних негодяев да я одобряю тех кто людей любящих меня и более того дело даже не во мне не то что она мне там спела по недельке человек я надеюсь добрый святой ко всем так относится хотя помните как я говорил что конструктивная критика должна быть за что-то что в принципе положительное но иногда мы теплые слова мужу и женили родителям и детям мы просто говорим теплые слова просто и в принципе они уже все подразумевают 6 красивый ну что значит красота ну что конкретно это значит у тебя красивые уши они круглые или длинные квадратные поэтому вот он сказал дурак ну понятно что он в это вложил там весь набор то есть там не надо особо то и разъяснять уже и так все ясно иногда мы можем сказать какая ты у меня красивый как мне нравятся твои волосы глаза почему нет то все здорово это все здорово я читаю выборочно буду читать дима здравствуйте на какие средства вы живете или средства как правильно работаете друзья к вам приезжают в связи с переездом сла стало сложнее дружить вам не скучно спасибо за ответ ну по поводу моей жизни я сказал что последний год я живу от благовестия от учительства кто не заграждает моего рта живу я по мере веры дату скажет на самом деле все равно каждый человек живет так как считает нужным и просто терпеть не могу это слово совесть поэтому что живу я вот того что же у каждой трудится на своем поприще кто-то на поле кто-то на заводе кто-то кто-то где-то я тружусь сейчас на небе божьей в интернете последний год так как я увидел в этом божий божью руку божий промысел обо мне кто знает кто не знает еще смотрите мои ролики я себе рассказывал и в предыдущих я уже об этом говорил вот особенно когда с этим домом произошла ситуация и мне брать сестры помогли купить из того времени я целиком отдался я уже не беру никаких заказов в интернете хотя до этого несколько последних лет я там кое-что делал по фрилансу и я вот уже год тружусь вот в этом слове как-то по сути просто так в библии кто знает апостол так писали трудящиеся слов хорошо потрудившийся слове помните павел тимофей писал учил его чтобы он учил так других достоин двойной чести да мне двойная не нужно не заграждают и ремни братья и сестры рта вала молотящего и я этому радуюсь причем каждый струится на своем поприще один в одной сфере другой мы же руки ноги мы не все где если все руки то где глаз как хорошо павел писал мы все разные я для вас эту пищу собираю делюсь и со мной делится другой пищи и другими благами всякие наставляем словом павел писал делись всяким добром с наставляемым то есть все это вот к сожалению у меня тоже чё там тыкать я все знаю все контексты знаю когда конечно могут забить так скажем человека только идущий да вообще у нас задолбать могут кого хочешь друзья к вам приезжают никого за четыре года моей жизни здесь уже никто ко мне никогда не приезжал связи с переездом стало сложнее дружить но мы и не дружим так скажем как друзья детства не остались никуда не не делись по моему все живы здоровы но мы я никуда я в воронеж езжу раз в год может два раза в год сейчас это основные приезжают папе там бабушка и ну я проезжаюсь бывает по друзьям созвонимся там встретимся поговорим пару часик кому-то заеду но это можно назвать там супер дружбы какой-то уже сейчас я не знаю вот я целыми днями вот чем я занимаюсь все у вас на экране всегда и я общаюсь у меня во христе появились как господь и обещал ибо кто все оставит не останется без ничего и без домов не останется и без друзей и без братьев без сестер и без куска хлеба так вам не скучно нет мне не скучно особенно в теплое время года полгода мне совсем не скучно зимой чуть-чуть поскучнее сидишь в этом прилипшем кресле зима зимой конечно чуть-чуть но ничего время разбрасывать камни время собирать лето не был бы таким прекрасным если бы не было в зимы зиму я по сути не люблю но у бога нет плохой погоды да поэтому приходится потерпеть немножко все время нет солнца все время пасмурно ну ничего один и тот же компьютер да почти ничего не смотрю я почти ничего не изучаю уже давно добывать скучновато ночью вот есть чем заниматься как-то день проходит день за днем но скучно мне кажется истинному христианину не бывает он всегда найдет потом будет просто на стену смотреть и лыбиться в этом христианство а как птицы поют нам ли с ними не спеть до птички поют если бы я умел петь может быть я бы им подпевал много тут писали по программам которые записал кому это пошло напал на пользу я очень рад я закончил сколько хотел я написал по проповеднику по помощь блогеру пока этого достаточно вот и общее наставление было вы помните в начале и прошли мы все программки до того как загрузить и что делать на ютубе так что пожалуйста пользуйтесь все это делать дима до чего вам иконы и крест на стене но это правда там достаточно уже старые ролики смотрел борода неужели ради красоты интерьера но что это я в этом красоты не нахожу у меня он по комнате висят эти еще иконы видимо тех бабушек или кто тут жили из честно я хожу мимо них хотите как хотите называете пофигизмом ленью я живу на этой земле вот как мне нравится образов рама как господь им говорил ходи вот нигде не останавливайся висят они висят ни на них никакого дела нет ну чё-то я там поснимал я помню вот крест кстати крест вот у меня вот на стене большое распятие помимо вот есть деревянное которое я еще давным давно покупал в самом начале вот когда эту библию рассказывал купил в той лавке при этом соборе там же я потом 1 5 естественно купил вот она до сих пор стать со мной хотя его где-то оставлял уже потом опять брал у меня на стене плакат мне кто знает есть такой козлов сергей парализованный интернете он мне напечатал на большом принтер у него дома была она до сих пор вот у меня висит у меня на рабочем столе всегда так сейчас я вам покажу рабочий стол свой вот вот у меня тоже всегда заставки есть да такие крест господень говорит мне о любви божией вот и все поэтому они меня устраивают в любом любом распятие варианте так что по поводу красоты там или того что они висят висят да висят я как-то говорил об этом ролике честно что сегодня мне не особо хочется говорить вот я к этому вообще ровно отношусь хотя основная масса конечно же ортодоксов 99 процентов это идолы для них а то что там какой-то проповедник гриды нет это вот мы поклоняемся через образу перу образу первообразу только ты говоришь основная масса ваша вот этого стада это для них чистой воды идолы вот и все на то что ты там несешь они даже тобой сами ты не согласна к вопросу о прощении бывает так что вы скажешь свою обиду обидчику один на один а он же делает прилюдно а он же делает прилюдно так что это ты палать а он жертва например часто женщины при этом за так закатывают истерику проливают слез слезы ищут прилюдно утешить утешителей взывают о помощи так далее как быть в такой ситуации не реагировать на обиду вообще воспитывать себе смирение украшать гордыню вообще вопрос прощения не такой простой вопрос как мне кажется братья и сестры как то вы думаете на этот счет но тут я не знаю вопрос ко всем по поводу просили ну во первых вот брат пишет слишком много всего и конкретно наверняка вспоминает какую-то свою ситуацию может быть еще что-то это все настолько индивидуально вот по поводу высказывания обиды это же речь идет мы все время путаем тело христово которая по всей земле лицу земли рассеяна его святыми членами это как в общем тело христово мы кстати все время забываем что в принципе иисус не говорил никогда эти понять церковь есть тело моё да он же такого не это мы уже начинаем все вот это складывать у нас толкаше получается принципе все святые люди являются частью тела христова есть церкви собрания не смысл там православное католическое протестантские всех мастей и эти ортодокс там уже сто сект этих не в этом же речь-то есть собрание просто где люди вот сошлись они по природе очень близки у них одинаковые даже эмоции может быть да вот они где-то находятся близко или в интернете им проще общаться вот в этом собрании когда мы что-то читаем вот такие частного характера когда-то начинают вот извергать там откуда-то поносить это речь идет о вашем собрании где вы друг другу действительно являетесь братьями и сестрами где вы живете живой органической жизнью друг друга это семья если вы можете к этому человеку применить это слово не пафосное слово брат и сестра не я вот вам уже говорил я к этому слову стал от носит а то мы слишком все смели он ученик может быть это это бог о нем будет судить но ты его можешь назвать учеником называя его по имени говорить им братья сестры человек которого ты там один раз видел или видишь там собрание и у тебя нет никакой с ним жизнь никогда не участвовал твоей жизни ты в его чем вы ходите в какой-то капище допустим вот кто ко мне в дом приходит скорее все это мой брат и сестра берете церкви собирались по домам сразу было все ясно кто мне близки а кто нет зачем тебе в доме толпа трехтысячная ты собирал близких те людей по духу и сразу было понятно ваша церковь была бы не искусственно естественный когда вас появился настоящий брат ты бы 3000 собрал нас это каждого человека знаешь каждого любишь у вас бы разрослась настолько что ты боишься кому не позвоните не сказать друг не приходите ко мне она в другой раз другой приглашает вы готовы были десятитысячной толпой в одном помещении ютиться должно естественно разрастись и и сама природа сама вот это все будет ограничивать и регулировать эти собрания это и должно быть свободе хочешь пришел хочешь не пришел ты вот так все должно быть вот поэтому все это все эти выговоры из тех против личных согрешил конечно же ты ему должен высказать это всегда было в жизни мы вот жили жили до христианства многие вещи жили как христиане все стали христианами порой стали просто не людьми во многих вопросах такие вещи я люблю добрые дела сразу стали в тайне делать а где это учение иисуса о тайных добрых делах он сказал тогда светит свете аж в мире чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца небесно господь запрещал творить явно добрые дела только с тем что там хвалят вас вы за деньги собирать тщеславитесь превозноситесь и прочее прочее выгода какая потом за это 10 рублей подал стати вернулась я уже много этих примеров приводил разных мы все эти в жизни знаете да такие варианты да поэтому я вот конкретно как вот на такие вопросы можно отвечать кто-то там куда бежит это все очень помните как тоже приводит какой пример эту тему можно переразвить потом да все это очень очень приблизительно очень приблизительно надо стараться быть в мире со всеми людьми и людей надо делить на любящих меня на моих родных близких во христе людей на людей посторонних и неважно может христиане называться может библии в руке махать для меня я вам хворил уже все все люди принадлежащие их системе а теперь уже понял и вне системы что толку я смотрю на проповедник он вне системы раз слышу проповедь он несет о том что патриотизм тоже нормально вне системы казалось бы раньше думал что о патриотизме только ортодоксы кричат на всех углах нет пожалуйста внесистемник и и проповедует этот лживый патриотизм и патриотизм ты не лживая лживую любовь к ближнему лживая евангелие по мне я понял что нет яс это для меня он не христиан не ученик иисус он проповедует ложь убийство и прочие прочие вещи чего не коснись ветхий завет снова сшил и проповедует этот гибрид а проповедует на самом для меня голематью господь сказал вы и от нового отодрали испортили и старое лучше не сделали от от новой вещи отодрать кусок и попытаться который уже вот так рвется на нитке пытаться к нечет пришивать вы что сделали господь говорит вот это точно безумие я смотрю на я понял какой он как у для меня он не брат я даже у не сужу поэтому публично как там любит так критиковать я понимаю человек живет своей религии вот и все но и пусть он живет пустят проповедует я буду проповедовать истину евангельскую они гибриды ветхо-новых заветах вот так вот поэтому надо вот эти вещи в своей жизни начинает шлифовать жить как надо в теле христовым над понять ты являешься своей святой жизнь неважно хоть один на это никуда ты не ходишь в своем селе там своем городе это вообще не важно проповедую истину своими жизни своими словами и бог подаст тебе никто кто ради него оставит все не останется один будет у тебя и дома все у тебя будет и друзья и братья и сестры будут и только живи по евангелии они по лживым учениям и все тогда будет у тебя в порядке ты будешь находить вот эти как-то кажется нам сложные вопросы будешь находить ответы на все вопросы я лично в себе пример показываю что это реально просто надо и из лжи от лживых учений отгораживаться но что именно лживое учение через их не кривые стекла и зеркала мы смотрим и нам кажется что-то не состыкуется в учении иисус все там состыковывается отлично от просто проще смотреть вернет не и без и верует тогда яков применял это каудеем год в единого бога и трепещут и без и веруют в иисуса христа теперь и трепещут он знает что он придет во второе свое пришествие с небес и трепещут они тогда трепетали когда на по земле ходили уж тем более ждут и трепещут когда он придет во славе верует в иисуса христа и без и точно же как без и веровали в единого бога это без а как мне без может быть братом я посмотрю по жизни учили и словам этого человека я понимаю что без во плоти чем проповедует убийство кашрут и набаты шаббаты культы булка бога в какой мне брат вот и все и спокойно относишься живешь твой дел соблюдать заповеди личностные заповеди в личной святости возрастать вот и все ты не спасаешься не собранием не толпой личная ответственность будет ты разрешишься и все внутреннее станет явно вот и все и тогда все станет сразу понятно если и ты когда будешь смотреть на эту сестру этого брата что он тебе не брат ты тогда обличать ты его не будешь даже за личное оскорбление ты по образу христа уже будешь молчать и все уже говорить тушек бесполезно а брат и сестра это любящий тебя там вот слова вот эти брат любящий заметьте там где написано синодальном нет больше когда господь с идет дала чем открывать буду я так все помню когда господь идет с учениками прощальная беседа после прощального ужина в гефсиманский сад где будет молитва его гефсиманская да вы помнишь на горит не двое что любви как если кто душу положит за братов а читаешь греческий там за любящего тебя то есть речь это братья ты кто любит меня то что вы ходите в одно собрание да не любить то вас не любят и сто раз от проявляли уже это не любовь и делаем до вас нет никакого сколько мне таких было у нее собраний куда-то уходит и ко мне обращаются за помощью даже материальный я так я помогаю но я так спрашиваю а вот это вот ходишь туда почему тебе там не помогут я хочу чтоб человек задумался просто у тебя вся страница в православных в иконах ты в храм а почему тебе в храме ты ко мне обращаешься меня все еридиками называют против этих культов а почему ты мне пишешь вся страница в православии и исписана социально социальная учет не обратишься в свой храм там денег нету там денег куры не клюют так что не надо думать что каждый верун в иисус это брат тебе или сестра это может быть бесом самым настоящим посмотрите на них в интернете в жизни и когда я говорю я стал это осознавать тоже вот так шлифовал все тоже я в принципе вот никого не сужу там братом ни в коем случае я опыт рассказываю если я пришел к этому что дает все не имеет значения вообще и словом этим так просто кидаться не стоит ты сам подумай ты прежде чем кого-то брат сестра называешь ты-то готов для нее все сделать для него и подумал он для тебя готов от его слышишь видишь и делали и делали вообще жизнь хоть как-то связывает то есть тоже надо таких вещах задумываться и тогда подумаешь как кому заповеди приметишь любовь то одна я вам много раз говорил мы это видим в иисусе но дела любви ко всем разные никогда ты не умоешь ноги тем кто тебе руки и ноги к кресту прибивают этого сделать физически не сможешь они ненавидели иисуса не на пушечный выстрел себе вы не подпускали какие-то многие какие-то в руки вот так вот дима не в огорчении сказано но с любовью надо обращаться к людям они с зубами так учил нас господь тем более врагов любить надо надо любить но я еще раз говорю этот образ я давала перзубы там имелось ввиду конечно же учения слова я подразумевая как и господь наш учитель вот и как он пастырь сопасты и это образ действительно волкодава в стадии они существуют это сам образ он всегда был это именно пророки которые обличали народ и грехи народов и все эти лжеучения всех этих лже пророков мы с вами будем ветхий завет читать все это было и петр петр вообще даже пророче хотя пророки были в церкви но петр вообще дал понятие такое он соединил и он сказал как у нас в народе были уже пророки так у вас будет уже учителя он по сути учителям приписал свойства или дар духовное пророчество но хотя мы видим что пророки были в новозаветной церкви и в принципе никто их не отделял как и не совмещал с учительством то есть это тоже дар шаг может быть учительствовать но не способен биться вот с противниками вот и все и поэтому и лично-то я и кто с кем кто слышал мои беседы даже с кем я говорил с противниками я ему лично никогда не тыкал посмотрите мои беседы я продажу многие там по закрывал который меня просили в основном вот а посмотреть какие остались кто видел как я бетель кто раньше конечно меня слышал я лично не ты чем более того они сами срываются на мне все это видели всегда потому что ты на лично я ничего я готов говорить обучение да и стоять на своем это я способен способен противиться когда не враг я все контесты знают я могу так общаться вот и все а лично кого я причем пишет под роликом вот опять же о жене где я говорю я как раз и сказал о жене с любовью а всех остальных в толпу да мне лучше же не общаться всем с его поносчиками привет дорогой хотел немножко поправить в наши пророк в наши дни это человек который проповедует иисус христа да нет пророк в наши дни это человек который отстаивает истину помимо я говорил есть пророчество просто бог открывает конечно да что-то какие-то тайны человеку там может быть о грядущих событиях каких-то там землетрясений потопе еще каких-то может быть каких-то революциях может такой быть да и второе служение это обличение уже учете учение грехов народов вот кто такой пророк в народе вот и все и я говорю суши и сушку на кого мы можем сослаться от на петра который пророка приравнял к учителю но не к проповеднику вот мне нравятся такие комментарии сестра пишет дима спасибо тебе родной все просто доступно это кролику 17 вопрос ответа где я причастия церкви варил и в радость хороший сегодня день для меня услышала слова пойду послужу близким своим вот вот это я люблю вот результат которую я себя добиваюсь который господь и говорил что вы меня слушаете и не делаете того что я говорю вам слушающим он говорит говорю любите врагов ваши каким образом двоеточие благотворите благословляйте и молитесь вот сестра я вот рад что мое служение принесло пользу она сделает какое-то доброе дело близкому и я являюсь соучастником этого дела и мне от этого отрадно она сделает какое-то добро радость кому-то подарит ведь я являюсь соучастником и мы так всегда и это здорово что мы можем распространять добро по всей земли особенно проповедник не делай его но в нем участвуя помните как господь сказал выгод не сели но вы жнете но и сеете ли жнущие вместе радоваться будут ведь возможно что кто-то кому-то помог услышав твое слово о любви потому что нужно и он помог кому-то это здорово вы когда задумаетесь над этим я думаю что для вас это будет лишним мотивом сеять добро по всей земле и говорить о нем не только самому делать но и говорить тоже уж мы не всем можем помочь не всегда этот близкий рядом с нами но могут еще и говорим об этом и кого-то задевает и он ты видит кого-то и вот так вот все это идет это супер это закваска любви это здорово вот сестра пишет женя умница бог любит его господь бог всех любит и господь проведет его через все это уже не открытое сердце бог видит его насквозь они где-то она еще писала по моему что я кто-то написал что я не оставляю теплинула думаю что не нужно всех протестантов под одну гребенку братик я и не грибу всех протестант я вообще по делам людей не сужу я говорю о лживых учениях и даже то что я группу людей называют по тому учению как они я этому научился иисусу он горе вам фарисеем это неплохое было слово это не обзывательное слово это было хорошее в народе фарисеи это были люди давшие обед вообще все исполнить прям буковка в буковку не только законы еще и все предания а господь горелым горе вам фарисеям он не говорил фарисейству фарисеям вот я делаю то же самое в синдреоне сидели фарисеи саддуки и родиане он их все 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 иисусы не устроили я делаю то же самое вот лично людей и вообще никуда не грибу бог будет их судить по делам не я я говорю об учениях о лживых учениях и хотел я закончить уже чуть-чуть поговорили я не ставлю цель там все прочитать вот никто не обижайтесь и ваш комментарий там почему-то не читаю кто-то мне наоборот слишком сладкие понедельки поют и я не хочу вот именно читает но мне приятно вот именно так не вечно тычут вот или наоборот так хотел я вот закончить на сестра спрашивала дима я поняла что брак это не твоя тема и все-таки прошу слова поделись ссылкой я не понял о чем сестра спрашивает я написал что я что-то не я хочу сейчас его озвучить потому что может описать игры не умею ни интонации ничего я пишу о чем речь не пойму на какой минуте я об этом говорю из формулировать свою просьбу точнее не понимаю она не пишет не этот стрим я сразу ролик не найду о браке был у тебя ролик если да то можно ссылку а вот до меня только сейчас по он доходит так роли у плейлист есть а так я по-моему ей отправил и она опять пап пишет попробую сформулировать вопрос в стриме ты говоришь об обрядах обрядах так вопрос почему-то у меня с мужем был совершен обряд венчания твое отношение к церковному браку можно узнать семья наша ортодоксальная на руси говорили муж жене пастыря жене а жена мужу пастырь руси говорили муж жене пастырь а жена мужу пастырь а я даже прошлый раз прочитал так жена мужу пастырь прикольно а я чуть как прочитал и не вдумался даже как ты думаешь роль жены семье к в которой муж но никак не пастырь я понимаю что степень ответственности разные в общем твое мнение интересно но я сбросил плейлист у меня есть о семейном о семье о браке и тут кстати там набралось все-таки роликов потому что я писал по писанию я все выделил вот сколько тут роликов то семь роликов вот конечно в основном я говорю я ссылку дал сестре на все ролики получается все по плейлистам я разбиваю всегда я в основном конечно говорю в плане семьи это разводе что ни в коем случае разводиться нельзя это четкое учение иисус и без всяких но без всяких мы сеев без всяких пророк без всяких выреваний без всякого нового завета там что-то там пытаются у павла переврать не разводи развелся остаешься один вот и выбирай не можешь один терпи договаривайся это вы можете разойтись но не развестись вы можете разойтись по углам на какое-то время уедьте к родителям к друзьям куд бьет там еще разойтись ты можешь разводиться ты не имеешь права может быть одумается оставишь человека отодвинешь то же самое как и к церкви помните извергните разращенную сверсток не из среды и церковного ютуба церкви давайте его поносить теперь нет речь идет о семье и то же самое к церкви к мало относятся вот там тоже самое можно оставить муж там что-то запил оставь его пусть в своем там грязных трусах по зарастет может одумается по плоти захочется чего-нибудь да оставь его уедь к родителям или там наоборот жена там что-то даже изменила оставь и пусть поживет 1 может сказать но тут вариант верю хочешь то есть надо но разводиться ты не имеешь право это четко учение сус я об этом своих роликах говорил и вас ты а скопцах я говорю да ради царствия небесного над не забывать не просто так не на давай отдрать лыдки может от другого просто кайфуешь нет это люди трудящиеся на поприще евангельском вот то есть обо таких вещах я говорю уж не помню там еще затрагивал я не лезу там в какие-то глубокие вопросы действительно я не могу давать советы от опыта потому что я не семейный человек у меня же нету жены с детьми чего я могу об этом говорить вот ну а по поводу венчания моя тема почему это я могу сказать бред все об этом я поговорю я зачитал вопрос чтобы сестра увидел мою более живую реакцию и я предлагаю если честно можно тогда субботний стрим посвятить семье и браку да какие-то личные вы можете все писать а там разберемся так что можете под этим роликом пишите ваши вопросы мысль размышления может какие-то были вы хотите и частный вот как там о себе вспоминает что-то вот как брат рассказывал я уверен что он какую-то свою ситуацию пересказывал вот потому что у меня кстати на почту пришел тоже достаточно внушительный такой вопрос по себе браку я его оставил думал как раз на субботу и раз вот еще добавляется то есть можно будет я выскажу свое мнение о венчании так называемом хотя я об этом немножко где-то касался по в тех роликах но у кого и желание пишите что-то еще по вопросам семьи браком можно поговорить можно это отложить ну либо конечно можно может быть я просто тогда ответы на вопросы запишу отдельный ролик на можно это на стрим ну что будем планировать я так размышляю вы знаете я не люблю систему посмотрим как будет получаться вот так что в этом ролике пишите в этом 0 их преды к следующим последующим роликом если какие то есть мысли размышления я говорю либо в стриме в субботнем ну либо конечно я буду тогда отдельный ролик но в стриме можно будет более живое устроить по семье там или что-то можно будет сразу как-то корректировать я в принципе я буду пробовать сразу как я уже это делаю последние несколько роликов смотреть на чат в принципе такие вопросы я достаточно там из писания мало чего и по писанию по браку и у меня четкая позиция ролики мне есть хотите принимать хотите нет учения иисуса то есть тему разводов можете не поднимать вообще у меня вот я вот плейлист дал ссылку на канале можете сами найти называется он семья и брак на канале христа люб там есть семь роликов и в основном это развод по разводам я общение некие компромиссы я не собираюсь идти я там все говорю это учение иисуса христа это учение бога от начала вот по поводу скопцов кому интерес то есть там найдете там я когда евангелие читал выделил эти ролики в отдельный вот в отдельный плейлист собрал кому интерес послушать ну а дальше давайте еще чуть можно и по венчанию поговорить хотя там где-то он такой поднимал вопрос брата специфически тоже такой вопрос задал ну то есть можно поговорить и можно устроить более живое такое общение я не против я буду стараться читать сразу следить что вы пишете мне это не будет особо сбивать я постараюсь на прямые трансляции по субботам оставлять что-то такое не твердую пищу не уж прям там писа как я вот даже прошлый раз опять отели конечно то есть я вам читал практически такая проповедь да было но по браку и так как я сам то то есть можем просто от сердца к сердцу поговорить какие-то вопросы да где-то я прямо буду говорить что я просто я бы вот так вот я бы вот так вот попробую это даже я себе я бы так бы только хотел сделать а как я сделал на самом деле может попробовал бы что-то стерпеть азрой стран тоже развернулся дверью хлопнул сказал пока не примешь мое мнение будем краем то есть все это тоже теория но если есть желание пожалуйста давайте пишите попробуем поговорить интересно что из этого получится я думаю какую-то пользу в любом случае приобретем все все мои канал контакты у вас всегда на экране пишите звоните добавляйтесь друзья в описании к ролику тоже все есть роль три мои каналы вы уже знаете кто не знает мне три канала на ю тубе христолюб христолюб лайф и беседа христолюбцев подписывайтесь смотрите что вам интересно обязательно ставим лайк если ролик понравился кому отрадно полезно и задательно мое служение и поделитесь если считаете что кому-то этот ролик принесет те же самые плоды радость назидание и пользу делитесь ими на ю тубе в социальных сетях где вам удобно ну все с вами прощаюсь заповедь в господне я вам сегодня уже не раз напоминал но скажу еще раз любите друг друга как это показал нам иисус бог пришедшего плоти и делать это будем не празднословием а делом и истины пока пока с вами прощаюсь до встречи в следующем ролике